Крайне низкая профессиональная подготовка и такой же низкий интеллектуальный уровень лиц, избранных на первые должности государств, не перестает удивлять. Понятно, что самым заметным и одновременно самым опасным для мира примером является Дональд, понимаете ли, наш Трамп. Сейчас уже с полной уверенностью можно сказать о том, что большая часть его спорных решений была вызвана желанием сделать не так, как Обама. Или даже что-то уничтожить из того, что было создано его предшественникам. Эти какие-то глубоко личные мотивы, ничего не имеющие общего с государственными интересами, пришли в явное противоречие с принципом «не ломай то, что работает». И вообще, если ты принял исправный работающий механизм государственной машины, то своими действиями желательно не навредить, как это принято у медиков. Если же возникла необходимость что-то менять и делать это так, чтобы отключать какую-то часть работающей машины, то надо себе четко представлять, что ты хочешь получить в результате. Это надо хотя бы для того, чтобы в ходе этих мероприятий контролировать приближение к этой цели, и если это явно не удается, то надо не проскочить точку невозврата. Ведь если окажется, что твоей цели явно невозможно достичь, то это значит, что цель была поставлена неправильно, и тогда надо вернуться на исходные позиции. Но так действует опытный человек, у которого есть представление о подобных процессах. Если его нет, то можно оказаться в ситуации, когда нечто предыдущее ты уже разрушил, а вот слепить что-то свое, мало того, что не получается, но становится понятно, что этого невозможно добиться в принципе. Только это касается опыта, знаний и профессионализма. А вот интеллект должен вытягивать даже в таких неприятных и иногда опасных ситуациях. Первый же такой негативный случай должен служить отрицательным примером, и дальнейшая деятельность уже будет исключать подобные схемы. Как минимум, шаги должны просчитываться тщательнее, а их исполнение более осторожно. Но тот же Трамп показал, что он как профи – ноль, а интеллект ему даже не подсказал, что ты делаешь одну глупость за другой, и что ты не достигаешь тех целей, которые запланировал, более того, публично анонсировал. То есть из своих многочисленных провалов Трамп так и не смог сделать никаких выводов. Трамп Так Трамп со стервенением боролся с медицинской системой, запущенной в период правления президента Обамы. В данном случае неважно, насколько она оказалась удобной, главное лучше той, что была до этого. А важно то, что разрушая одну систему, вместо нее следовало бы представить что-то более совершенное и эффективное. Но в итоге получилось, что медицина США оказалась не готовой системно противостоять эпидемии коронавируса. Получилась довольно странная ситуация обратного эффекта. За систему здравоохранения Обамы, Трамп взялся чуть ли не в первую очередь, и именно катастрофа медицинского характера, в конце концов, поставила крест на его второй каденции. Трудно сказать, как бы Обама справился с пандемией, но, безусловно, что не так. Но самой поучительной оказалась история с противостоянием Ирану. Как известно, Трамп получил в наследие от Обамы сделку, согласно которой Иран заморозил свою ядерную программу в ответ на отмену части санкций, наложенных на него за десятилетия. Безусловно, это соглашение было отчаянным компромиссом, и назвать его однозначной победой было бы неверно. Тем не менее, оно существенно сбросило обороты Ирана в этом направлении, а кроме того, возник какой-никакой механизм контроля. Но главным в этой ситуации было то, что на проблему надо было смотреть прямо и без дураков. Если возникает мысль о том, что это соглашение неприемлемо, то надо иметь четкий план альтернативного решения вопроса. Как показывает практика, санкции не имеют немедленного воздействия на бандита, и чаще всего они становятся формализацией недовольства тем, что он делает. Если же речь идет об остановке какого-то процесса, то надо себе четко понимать суть этого процесса и, главное, его длительность. В данном случае речь идет об обогащении сырья для ядерной боеголовки. То самое соглашение, которое было достигнуто при Обаме, существенно затормозило этот процесс, хотя и не ликвидировало его в принципе. Проще говоря, приемлемыми средствами Обама не смог решить вопрос окончательно, но выиграл время для того, чтобы такое решение могло быть найдено в принципе, хотя уже и не им самим. И вот Трамп оказался тем самым решателем. И, как выяснилось, у него не было в принципе никаких планов на решение. Он просто отменил соглашение и вернул ситуацию в исходное состояние, введя дополнительные санкции. Но ведь вопрос был о том, чтобы что-то сделать с иранской ядерной программой, а вот на нее отмена соглашения повлияла в прямо противоположном ключе. Иран мало того, что вернулся к своей программе, он еще и модернизировал обогатительные фабрики, которые теперь стали давать больше обогащенного урана, чем то было при Обаме. По приблизительным оценкам, Иран теперь имеет в 20 раз больше уранового сырья, чем до маневра Трампа. Но ведь Трамп избрал явно конфронтационный путь решения этого вопроса, а он предполагает, что если санкции не приводят к остановке программы, то дальше в дело должны вступать военные. И тут проясняется вся ситуация уже не с Ираном, а с самим Трампом. Ведь он критиковал всех своих предшественников за нескончаемые войны и обещал положить этому конец. Но тот путь, который он избрал по решению Иранского узла, прямо выводит на военное решение. И как недавно стало известно, летом Трамп таки обратился к военным, чтобы те разработали план ударов по ядерному центру в Натанье. Его культурно послали, но в данном случае дело не в этом, а в том, что Трамп, отменяя обамовскую ядерную сделку, не представлял, к чему это приведет. Или, если проще, ломая старую схему, он понятия не имел, что делать вместо того, что было и работало. Но Трамп старый и, возможно, больной человек, и, предположим, случайно оказался не на своем месте, и порет разную чушь, когда его по пустякам отрывают от гольфа. Можно было бы списать на то, что в его возрасте уже многие не застегивают ширинку и даже используют памперсы. Но что делать, когда подобные вещи исполняют пациенты намного моложе Трампа? Тут уже на возраст не спишешь. Здесь мы обратили внимание на то, что пациент не мог предвидеть последствий своих действий даже в виде варианта. И когда они наступили, то у него не хватило духу принять их и действовать так, как уже сложились обстоятельства. Это как в той песне-блотнике «Что ж ты, фраер, сдал назад?». И Трамп это демонстрировал десятки раз. Сначала натворил, что попало, а потом избирает тактику «замести мусор под ковер». Но есть и куда более яркие варианты дилетантизма, когда пациент не просто порит чушь, но потом еще сам всех дергает и пытается рассказать, что он не дурак. То есть привлекает дополнительное внимание к своим косякам. Макрон Прямо сейчас развивается эпическая трагикомедия с участием внешнеполитического ведомства Франции, которая засыпает МИД Пакистана заявлениями и нотами протеста, с требованиями изменить свое отношение к президенту Франции Макрону. Причем, если бы все ограничивалось движениями только по дипломатическим каналам, то это было бы еще полбеды, но сама французская сторона вылила все это в прессу и тем самым акцентировала внимание на этом инциденте. Как мы не раз рассказывали, Макрон действует в старинной парадигме, берущей свое начало с трудов Макеавелли. В современном исполнении это выглядит так, что правитель должен прикрывать свои провалы какими-то яркими и броскими успехами. Причем, эту бравую активность нужно проявлять не в той сфере, где произошел завал, а желательно эту свою яркую победу надо проявить там, где ты точно не потерпишь поражение. То есть, если ты завалил внутреннюю политику, не смог справиться с серьезными проблемами или более того, создал эти проблемы, либо сам стал проблемой, то нужно создать противовес на внешнеполитическом фронте. Помните крылатое выражение о маленькой победоносной войне и ее пользе? Это все оттуда. И вот Макрон сработал в данном ключе, зацепив больную для Франции тему. Но будучи кем-то вроде воровки на доверии, Макрон не решился назвать проблему своим собственным именем «миграционная политика», а назвал ее «исламским экстремизмом». Хотя уже давно понятно, что осуществляя ту миграционную политику, которую ведет Франция уже долгие годы, Макрон ее только усилил. Вопрос исламского экстремизма обязан был встать просто неизбежно. Причем стал он уже давно, но вот в данном случае Макрон выступил против ислама в принципе и сделал это публично. Как только он это сделал, целый ряд видных экспертов-международников оценили это как самую крупную ошибку, которую Макрон допустил за свою каденцию. Причем эта ошибка будет дорого стоить как ему самому, так и Франции, если его там не осудят за подобные вещи. Но, как известно, его не осудили, а значит пятно теперь на всей Франции. Неудивительно, что те несколько речей, которые двинул Макрон, и те вещи, на которых он акцентировался, очень быстро нашли адекватный ответ и ему припомнили недавнюю историю и то, что творили французы с мусульманами в Африке, где резали головы сотнями и при этом позировали перед фотографами. И в общем, геноцидили так, что другие уже имели бы большие проблемы за такие действия. А Франции это, как и многое другое, сошло с рук, но об этом не забыли и стали выводить исторические ужасы в публичную плоскость. Но и, как следствие, в мусульманском мире начали бойкотировать французские товары. Но вот именно Пакистан дошел до параллелей действий нынешнего правительства Франции с тем, что делали нацисты с евреями до того, как начали их уничтожать. Надо сказать, что сравнение оказалось пусть и не на 100% корректным, но очень ярким и жестким, а потому в Париже засуетились и стали требовать от Исламабада опровержений и отказа от такой позиции. В общем, Макрон обиделся и дал команду своему МИД гасить этот инцидент. Таким образом, пытаясь уйти от одной проблемы, которую он провалил, Макрон попытался прикрыться громкими и победоносными речами на другом направлении, но получил еще большее поражение и куда более масштабные проблемы. Причем сам же и придал этому максимальную гласность и публичность. Так что создается впечатление, что парень вообще не может просчитывать последствий своих действий, но при этом его больше беспокоит не тот ущерб, который приносит его бестолковые деяния, а то, что его сочтут неумным. Вот с этим он борется со всей своей пролетарской ненавистью. И все же это не ультимативный пример, поскольку имеется совершенно хрестоматийный вариант. Я не лох. Избрав клоуна президентом, только очень одаренный человек мог надеяться на то, что от него будет толк в новой ипостаси. И ведь ладно бы этот клоун получил базовое образование в эстрадно-цирковом или театральном училище. Ничего подобного. Он – клоун-любитель. Аматор. По сути, это человек вообще не имеющий фундаментального образования ни в одной отрасли знаний и деятельности. Это художественная самодеятельность и не более того. Но тем не менее этот пробел или даже глубокая яма в его способностях так или иначе может быть перекрыта. Для этого нужна или феноменальная способность учиться всему новому, либо чутье подбирать профессионалов и расставлять их в правильном порядке для достижения цели. Но как ни крути, для того, чтобы понимать цель, нужны фундаментальные знания о том, как оно работает. Как теперь уже абсолютно понятно, я не лох, не имеет способности быстро учиться. К тому же у него нулевая работоспособность. У него не было, нет и не будет фундаментальных знаний и потому он просто не способен сформулировать достойную цель, кроме банально меркантильной для себя любимого. Поэтому он расставляет людей по одному принципу – личной, даже не преданности, а приязни. Если такие пациенты хвалят его, то они ему подходят. И наоборот. В общем, вокруг него подхалимы соревнуются в лесте и 21 ноября некто Ермак дал мастер-класс в искусстве подхалимажа, исторгнув оды и кантаты наивылычнейшему. Но это и все, что можно ожидать от этой публики. Она просто не способна делать элементарные вещи, а занимается самолюбованием. И вот, когда на это обращается публичное внимание, начинаются обиды в стиле Трампа или Макрона. В этот самый момент и возникает нечто, объединяющее эти и подобные им персонажи. Вершина дремучего дилетантизма. Они не могут даже оценить ничтожество своей деятельности, хотя об этом говорят все объективные показатели. Более того, вот это Г, которое они развели, им хочется назвать подвигом. А если этого не понимают, их аж плющит от обиды, что и указывает на плинтус, который оказался далеко над ними. Но во всем этом радует одно. Все процессы в обществе проходят волнообразно. И есть все основания полагать, что пик дилетантизма, мир все же прошел. И дальше такие деятели просто будут уходить в небытие с большим или меньшим грохотом. Это неизбежно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok